добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи недельный обзор рынка форекс архива групп и с нами сегодня богдан заруцкий который нам расскажет точку зрения на неделю богдан добрый день здравствуйте игорь здравствуйте уважаемые коллеги как вам видится эта неделя что будет интересного или немножко дремнем до середины августа действительно можно даже немного подождать до середины августа но я хочу отметить то что эта неделя может быть в таком себе относительно слабом ключе пройти поскольку в основном будут новости со средней степени важности я не думаю что они могут сильно повлиять на ход торгов но тем не менее я все-таки ожидаю что что все-таки торговая активность может все-таки сместиться больше на вторую половину недели поскольку во второй половине недели состоится объявление основной процентной ставки резервного банка новой зеландии вот и также в центре внимания может оказаться инфляционные показатели сша что касается ставки резервного банка новой зеландии то не исключено что регулятор может ее опустить поскольку риски мировой то есть рост мировой экономики они все-таки возросли банк австралия пустил банку опустил ставку банк англия пустил ставку и не исключено что на очереди будет как раз вот резервный банк новой зеландии поэтому такой сценарий очень даже не исключается также важно отметить то что новозеландец в паре с долларом сша сейчас находится под давлением там напрашивается коррекционная фаза также видно и то что также видно и то что новозеландец в паре с долларом сша находится ниже одного из важных уровней поддержек что намекает на то что график цены дальше может пойти в негативном ключе поэтому не исключено что торговая активность может расцениваться на данной валютной паре ну а что касается инфляционных показателей сша то там ожидается снижение этих показателей в частности будут розничные продажи за июль также индексом производителей за июль как я уже сказал ожидается снижение но здесь может быть еще и хитрый вопрос поскольку ожидается снижение а может быть и рост то есть фон фарма нам уже об этом показали вот и если же действительно такой сценарий реализуется то может даже и начаться новые укрепления американской валюты но с другой стороны все такие склонен больше говорить о том что все таки что все таки текущее значение может выйти на уровне прогноза поскольку в июне уже была такая история что действительно текущее значение оказалось на уровне прогноза и доллар сша оказался под давлением поэтому инфляция пока что находится под под вопросом поэтому рекомендую здесь очень осторожны но в любом случае участники рынка могут ждать этих событий и не исключено что евро доллар может дальше находиться в нынешнем боковике по крайней мере он может даже консолидироваться но дальше снижаться я не вижу я не вижу сильных сигналов на это поскольку все таки участники рынка могут ожидать именно вот этих показателей в конце этой неделе и также хочется отметить это что во вторник еще состоится публикация промышленных данных великобритании вот ожидается снижение индекса промышленного производства если действительно такой сценарий реализуется то стерлинг в паре доллара сша может закрепиться намного ниже то есть ниже минимумов прошлой недели что уже будет достаточно медвежий сигнал и исключено что валютная пара может дальше снизиться и достичь до следующего уровня поддержки этому сценарий снижения стерлинга в паре с долларом сша на этой неделе очень даже не спрещается поэтому вторник может быть красот интересный для тех кто там будет больше всего стерлингом другие валютные пары и сейчас если есть минутка готов показать график цены посмотрим ближайшие уровни и увидим что можно у нас ожидать на этой неделе да конечно давайте посмотрим очень интересно сейчас мы рассмотрим график цены евро доллара на четырехчасовом периоде видно здесь что график цены пытается все таки снировать фазу восходящего движения график цены снировал импульсную единицу коррекционную двойку также видно и то что график цены остановился возле ценовой поддержки в районе 1 10 78 все-таки нон фармы довольно таки сильно укрепили доллар сша и были довольно таки неплохие сигналы продавать после прохождения уровня поддержки в районе 1 1 1 1 35 но сейчас видим что график цена остановился и ждет новостей с точки зрения волны лета видно что график цены здесь снировал коррекционную двойку видно что эта двойка она трехволновая и также видно то что график цены пока что не готов дальше снижаться поэтому уже можно говорить о том что участники рынка пока что делают выжидательную позицию ожидания грядущих новостей но если все такие данные окажутся негативными после ша то не исключено что если даже участники рынка даже будут ожидать этих негативных данных то не исключено что может быть разворот против коррекционной второй волны может начаться новый этап роста валютной пары то есть может быть укрепление единой европейской валюты но если же такой сценарий произойдет то не исключено что график цены может дойти до первого сопротивления в районе 1 1 1 35 а если же этот уровень будет уверенно пройден то в таком случае может быть достижение следующего сопротивления в районе 1 12 18 поэтому сценарий роста валютной пары я пока что еще не исключаю то есть такое еще может быть что касается британского фунта то как я уже говорил график цены пытается закрепиться ниже минимальных значений ниже минимальных значений прошлого месяца видим что график цены уверенно преодолел поддержку в районе 1 30 80 и обратно же если же будет уверенно если даже график цены уверенно снизится то будет хороший сигнал для достижения следующей поддержки в районе 1 28 52 но если же промышленные данные окажутся плохими либо же на уровне прогноза что также можно говорить о том что это это негативный выход то не исключено что все таки стен может оказаться под давлением может закрепиться в более низких торговых рамках а технически уже медвежий сигнал продавать так что посмотрим пока что ситуация играет против стерлинга сейчас еще интересно посмотреть на австрийский доллар в паре с долларом сша все-таки график цены находится возле уровня сопротивления районе 0 76 58 вот уже очередной неделе никак не может график цены преодолеть этот уровень но тем не менее все-таки попытка достичь этого уровня и может даже его пробить на мой взгляд не исключается если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения волны лета здесь импульсная единица коррекционная бойка закончилась и если же график цены на этой неделе все-таки сможет уверенно преодолеть район 0 76 58 вот то будут неплохие предпосылки в пользу формирования третьей импульсной волны поэтому сценарий закрепления в более высоких торговых рамках я по-прежнему еще не исключаю и также еще интересно обратить внимание на новозеландский доллар в паре с долларом сша как я уже говорил в центре внимания может быть объявление основной процентной ставки резервного банка новой зеландии видно что график цены здесь смировал импульс роста и и и и здесь формирует коррекционное движение также видно и то что график цены закрепился ниже уровня поддержки в районе 0 71 39 если же будет отскок от этого уровня вниз то график цены может смело на этой неделе еще дойти до следующего уровня поддержки в районе 0 76 61 история торгов нам показывает что график цены не наградно тестировал данное ценовое значение вот особенно от этого уровня начался уверенный разворот в пользу коррекции против предыдущего нисходящего движения поэтому очередное тестирование этого уровня я еще не исключаю и тем более на этой неделе а если же все-таки регулятор понизит основную процентную ставку то не исключено что на вызывание сможет оказаться под давлением вот и может быть все таки достижение этого уровня поддержки ну в противном случае может быть только пробой 0 71 39 закрепление выше но все таки я ожидаю все таки здесь дальнейшее нисходящее движение по данным паре и также еще интересно посмотреть на канадский доллар в паре с долларом сша график цены здесь даже пытается немного укрепиться то есть канадец пытается укрепиться против американской валюты вот график цены может еще дойти до поддержки в районе 1 31 37 но если же все таки нефть развернется и если же не все таки окажется подавлением то исключено что не исключено что канадец может дойти до сопротивления в районе 1 32 41 поэтому здесь еще будет зависеть от того как будет себя вести себя нефть на этой неделе нет важных новостей по по канаде поэтому не исключено что валютная пара будет подчинена влиянием движения нефти как себя поведет нефть так поведет себя и канадский доллар поэтому такая ситуация но если посмотреть на на эту ситуацию с точки зрения волны лета на дневном периоде то все таки импульс здесь третий импульс напрашивается и пока что положительным сигналом для валютной пары служит то что график цены пока что находится в рамках 1 32 41 и 1 31 37 поэтому такая ситуация в данной валютной паре а также еще интересно посмотреть и на золото золото здесь давай раз снижается здесь смервался импульс в виде пяти волн и напрашивается коррекционное движение то есть коррекционная фаза волна а смервалась волна б график цены все-таки развернулся есть мои ожидания продали все таки вот я ожидал что золото может снизиться вот так оно произошло и также видно и то что график цены сейчас тестирует район поддержки в районе 1332 долларов за урцию если же этот уровень будет пройден то можно смело ожидать что график цены может дойти до следующей поддержки в районе 1313 долларов за урцию если же такой сценарий произойдет то не исключено что завершающая волна цен может быть горизонтально то есть правильный с точки зрения он или это если же будет разворот от этого уровня то может начаться новая фаза роста но а если же все-таки этот уровень будет уверенно пройден то есть уровень 1313 долларов за урцию то можно говорить о том что золото и дальше снизится и может быть зигзагообразное движение где завершающая волна цен может быть ниже чем волна но в любом случае на этой неделе по золото я еще ожидаю достижение поддержки в районе 1313 долларов за урцию если же будут небольшие отскоки небольшие покупки данного банковского металла то они могут быть выше чем 1332 но в целом пока что я ожидаю этап снижения то есть в рамках спекулятивной торговли то есть этап снижения данного банковского металла ниже чем 1332 такая ситуация то есть волна c здесь пока что еще напрашивается понятно и касательно золота я в нем нахожусь как раз в короткой позиции и пока что эту сделку еще держу понятно хорошо спасибо большое богдан уже есть вопрос вам татьяна к спрашивает богдан что видите по доллару иене а сейчас посмотрим что касается данной валютной пары то видно что график цены все таки оттолкнулся от одной из своих ценовых поддержек и все таки пытается достичь до следующего уровня сопротивления в районе 102 иены хотя лично у меня были ожидания что график цены может дойти до следующей поддержки в районе 99 иен но все таки данные по рынку труда сша они все таки сильно повлияли на данную валютную пару иена оказалась под давлением доллар сша сильно укрепился и вот виден здесь неплохой разворот на мой взгляд если же обратно если же доллар сша будет дальше укрепляться хотя я честно говоря немного в этом сомневаюсь то график цены еще сможет дойти до 102 57 может даже его пробить но на этой неделе все таки ожидая что японская иена может войти в некоторый боковик в нынешних в нынешних торговых рамках это 102 57 и 101 93 поскольку все таки участники рынка будут на мой взгляд будут больше склонны ожидать данных то есть инфляционных данных сша и японская иена может повторить эту динамику может также находиться в состоянии ожидания поэтому если покупать то с целью на 102 57 конечно же немного вот если же продавать то обратно же с целью на 101 93 вот такая ситуация если же все таки будет пробой 127 то можно уже рассчитывать на дальнейшие покупки может быть даже очередной допрос но все таки я ожидаю что график цены может быть состояние ожидания новостей по сша ясненько подели вас богдан спасибо вам большое давайте остановим на демонстрацию рабочего стола спасибо вам большое за обзор рынка и за ваши ответы на вопросы хорошего вам дня и удачи сегодня и вам хорошего дня всего доброго до свидания спасибо 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 спасибо